Преступление из темных вод Пока смерть не разлучит нас Эта история случилась на берегах Миссисипи, в самом сердце Карлтон-Плейс, Онтарио Это тихий городок неподалеку от Оттавы, столицы Канады Его население 2 достигает 5000 человек Почти все здесь знают друг друга И никто не подозревает, что среди них живет убийца 10 ноября 1994 года, в половину десятого вечера, констабель Джин Бердж прибыл на место, где произошел несчастный случай На мосту всего в нескольких минутах езды от полицейского участка перевернулся автомобиль Когда я прибыл на место, увидел машину моста и человека, в котором я узнал Гарри Самуэлса Он сидел в машине, на нем было одеяло Там еще была девушка, именно она была за рулем машины Я поговорил с Гарри и спросил его о том, что случилось И он ответил, что Барб Барб все еще в машине Барбара Ланти и Гарри Самуэлс были женаты Случайно проходивший мимо человек пытался им помочь Я узнал, что это был Глен Пирс Он стоял на перевернутой машине, у него был фонарь Я спустился к реке, к тому времени мистер Пирс уже открыл дверь машины И я попросил его посветить внутрь Внутри машины я увидел тело Барб Я влез в машину со стороны водителя Она была на пассажирском сидении Машина была перевернута вверх, но Поэтому я вытащил ее тело через дверь водителя И понес к берегу Барбара Ланти была без сознания Констабель Бердж знал, что действовать нужно очень быстро Направила в воде самые большие три минуты Мы оказывали первую помощь до прибытия скорой Ее сразу же увезли в больницу Но прошло уже около десяти минут Гарри Сэмюэлса, пострадавшего мужа, отвезли в больницу на другой машине Проведя несколько минут в ледяной воде Бердж весь дрожал от холода Следователем по этому делу был назначен Дэйв Макдональд По моим оценкам он провел три-четыре минуты в воде Пока добрался до машины, вытащил ее тело И отнес его к берегу Он сказал, что был полностью изможден и упал на землю, потому что не смог стоять на ногах Он продрог до самых костей Силы полностью оставили его Констабель Бердж понял, что это симптомы переохлаждения А значит, у него совсем мало времени, чтобы себе помочь Я быстро добрался до дома, переоделся Затем я принял горячую ванну, потому что мне нужно было поднять температуру тела Меня била зноб А в это время в больнице врачи пытались реанимировать Барбару Лантье Среди врачей бытует поговорка «Ты не умер, пока ты теплый» Поэтому, когда в больницу поступает человек с симптомами переохлаждения от воды или снега Реанимационное мероприятие продолжается, пока температура тела не поднимется Так было и с Барбарой Джим Бердж прибыл в больницу, когда наступила печальная развязка Я встретился с доктором Уайден, который объявил о смерти Барб Лантье В это время Гарри Самуэльс был в другой комнате И я попросил разрешения с ним поговорить Джим Бердж, Гарри Самуэльс и Барбара Лантье принадлежали к одному и тому же сообществу Я бывал с ним на разных встречах Он всегда был таким веселым Не удивительно, что я застал его очень подавлено Доктор Уайд сказал ему, что его жена погибла Но он хорошо держался Я выразил свои соболезнования А он начал объяснять мне, что происходило до аварии Я слово в слово записывал рассказ Гарри Буква за буквой Гарри Самуэльс рассказал акцеру, что забрал жену, когда она закончила работу Это было в 7.20 Барбара работала парикмахером Вместе под названием Клип Джоинт на улице Бридж На пересечении улицы Бридж Мэйн Это как раз самый центр города Карлтон Плейс Они должны были встретиться с еще одной парой И вместе поехать на ужин По его словам, они проехали по улице Мил Под железнодорожным мостом И затем выехали на набережную Миссисипи Потом перед ними выскочила какая-то машина На которой не было ни одной работающей фары Он резко свернул влево И когда он это сделал Барбара закричала Они проехали по траве, затем врезались в каменное ограждение Машина перевернулась и упала в реку Вода стала быстро поступать Он понял, что они перевернулись И быстро освободился от ремня безопасности Затем он попытался понять, как можно выбраться И нашел небольшой воздушный карман Он сказал, что пробыл там довольно долго Он сказал, что заметил, что стекло со стороны водителя было опущено И решил выбраться через него Он попытался вытащить Барб за собой Но она за что-то зацепилась И он решил, что нет смысла им обоим погибать Поэтому он выбрался один Он выбрался на берег Одна машина проехала мимо, но следующая остановилась А за это на место прибыли мы А потом он вдруг сказал Мы с Барб и слова грубого друг другу не сказали Наверное, она была очень напугана Она ведь не умеет плавать Мы никогда друг другу не грубили Джим даже ни разу не намекнул на то, что между ними мог быть какой-то конфликт Он почему-то решил добавить эту фразу Он сказал, что забрал Барб примерно в 7.20 Звонок поступил в 9.03 Значит, до момента аварии прошло 90 минут Констабель Бердж заметил, в каком состоянии был Самуэльс После длительного пребывания в ледяной воде Он несколько раз спросил сестру укрыть его ноги Но плечи его не были укрыты одеялом Верхняя часть тела как будто бы и не переохлаждалась Перед уходом в Джим Бердж спросил у старшей медсестры о состоянии Самуэльса Он жаловался на головную боль Одна из медсестер сказала, что когда он начал жаловаться на головную боль Они осмотрели его одежду И почувствовали сильный запах бензина Затем я спросил сестер, которые спасали Барб Лантее Пахла ли ее одежда бензином Они сказали, что нет Это было интересно Потому что, по версии Гарри, они оба пережили одни и те же события в воде в одинаковый период времени Когда Джим Бердж вышел из больницы, решил поискать улики на месте аварии Он заехал в участок, взял термометр и решил измерить температуру воды Температура воздуха тем вечером была около 2 градусов по Цельсию А температура воды 4 градуса по Цельсию Джим Бердж молодец, потому что я не догадался это сделать Констабель Макдональд не был на месте в ночеваре Он приехал туда на утро с констаблем Бердж Улики поставили их в тупик Что меня больше всего беспокоило, так это слова Гарри и Самуэльса о том, что машина резко повернула и проехала несколько метров по траве Отсюда первый вопрос Чему же в таком случае он не нажал на тормоз? Он не мог ехать быстро, а там невозможно ехать быстро? Я подумал, что здесь еще много вопросов без ответа Улицы Принцесс и Мил сходятся на маленьком мосту, где и случилась авария Этот мост состоит из двух частей Одна ведет на остров, другая с острова Первой можно подъехать с улиц Мил и Принцесс На подъезде к мосту нужно проехать небольшую каменную стакаду Все понимают, что здесь нужно замедлить скорость, просигналить И включить фары Да и скорость здесь не более 5 км в час, иначе останешься без боковых зеркал Проехав эстакаду, нужно посмотреть на улицу Принцесс Потому что оттуда кто-то тоже может выезжать к эстакаде То есть, по сути, это низкоскоростной участок Вряд ли кто-то может здесь ехать с такой скоростью, чтобы вылететь с дороги в реку Дэйв Макдональд, один из следователей по этому делу, которому не давали покоя странные обстоятельства происшедшего Я ошибочно полагал до разговора с Джимом Берчем, что в них кто-то врезался Поэтому машина упала в реку Но затем я узнал, что это не так Иначе на дороге остался бы тормозной след К тому же, если ты не жмешь на тормоз, но резко меняешь направление Следы на дороге тоже должны остаться Если ты едешь в машине и резко крутишь роль, колеса поворачиваются очень быстро и на дороге остаются следы А на том месте таких следов не было К сожалению, машину Гарри и Самуэльс уже увезли с места аварии А исследовать ее было невозможно Так как в ночь аварии все посчитали это несчастным случаем, мы не подумали огородить это место как место преступления И когда у нас появились подозрения, мы тут же это сделали Механик в прошлом Дэйв Макдональд начал искать улики, которых не хватало на месте аварии Было видно место, где машина шла с дороги Место, где она пробила ограждение Место, где вошла в воду Но мы видели только два следа Когда ты поворачиваешь передние колеса влево, переходя с одной поверхности на другую От них должен остаться след И еще один след должен остаться от задних колес Потому что они двигаются по другой траектории То есть при повороте машины должны остаться как минимум четыре следа, а не два Учитывая рельеф местности Мы пришли к выводу, что все случилось не так Как он описывал Дэйв Макдональд поделился своими сомнениями с Джимом Барчем И руководством полиции Карлтон Плейс Конечно, своими расспросами я доставлял неудобства многим людям Которые все еще пережили смерть Барб А я только усугублял горе своими вопросами Затем Дэйву Макдональду позвонили из похоронного дома Где подготавливали тело Барбары Лантье Гарри Самуэль сговорил, что Барб Лантье хотела, чтобы ее кремировали Он быстро назначил день кремации И я почувствовал неладное Потому что он хотел ее кремировать Даже не дождавшись приезда ее детей Неужели смерть Барбары Лантье Это не трагическая случайность? Подтвердятся ли сомнения Дэйва Макдональда? Сможет ли он добиться вскрытия тела миссис Лантье? В ноябре 1994 года машина упала в реку Миссисипи В городе Карлтон-Плейс, Онтарио Это привело к смерти одного из пассажиров Барбары Лантье Другой пассажир ее муж Гарри Самуэльс Остался в живых На следующий день следователь Дэйв Макдональд Начал сомневаться в рассказе Гарри Самуэльса Тогда же полицейские узнали, что Самуэльс настаивал На немедленной кремации тела своей жены Макдональд решил не допустить этой кремации Меня не устраивало его рассказ о событиях того вечера Меня не устраивало то, что мы не нашли на месте следов, которые должны были там быть И поэтому нельзя было допускать кремации тела Пока мы не разрешим все сомнения К сожалению, у меня не было достаточно улик, чтобы выдвинуть кому-то обвинение Но я решил обратиться к старшему следователю и добиться у него разрешения на вскрытие Дэйву Макдональду удалось добиться разрешения на вскрытие тела Теперь он и Бердж должны были сообщить об этом Гарри Самуэльсу Констабель Макдональд узнал, что в похоронном доме состояние тела Барбары Лантье посчитали несколько странным Дин Адамин был организатором похорон Он должен был подготовить тело И ему показалось, что до смерти она с кем-то дралась Дэйв Макдональд пытался выяснить, как она могла получить эти ушибы во время аварии У меня был сломан нос Были странные ушибы на голове, на лицевой части тела, большая ссадина на нижней челюсти Тут я представил ситуацию, когда машина пробивает каменную изгородь Человек понимает, что сейчас машина в нее врежется и инстинктивно закрывает лицо руками Это происходит неосознанно Но на ее руках, локтях, плечах Не было никаких ушибов, которые бы говорили о том, что она защищала лицо от удара А приборную панель Даже если предположить, что она ударилась лицом и макушкой разной объекты в одно время Откуда тогда ушибы в нижней части лица? Я думаю, что такие ушибы вызвал целый ряд событий Как такое могло случиться только от одного удара? Один из сотрудников проводил нас в комнату, где был Гарри Он стоял спиной к нам, а когда повернулся и поздоровался с Джимом Я увидел на его лице три шрама, от скулы до нижней части Я был шокирован Потому что мне показалось, что кто-то сильно царапал его лицо Я никогда не забуду о этой встрече Никогда Гарри Самуэль спокойно отреагировал на сообщение Дэйва Макдональда о проведении вскрытия Когда мы вышли, я сказал Джиму Борруму, это верило его лицо Как такое можно было объяснить? У констабля Макдональда появлялись все новые и новые вопросы без ответов У него было всего две недели, чтобы доказать, что за этой аварией стоит спланированное действие И необходимо провести расследование Дэйв Макдональд вызвал свидетеля, который помогал Самуэльсу в ночь аварии Когда с ним впервые заговорили, написал события, которые привели к тому, что машина врезалась в ограждение Он сказал Мы ехали с Барб, вдруг перед нами справа выскочила машина и мне пришлось свернуть Мы пробили ограждение и оказались в воде Нужно было вытащить Барб Когда я поговорил со свидетелями, ко мне в голову пришла мысль Первым делом он должен был сказать, вытащите мою жену оттуда Он начал объяснять, как машина оказалась в воде Это было очень странно У Макдональда возникли новые вопросы, когда Самуэльс описал то, как он выбирался из машины Учитывая время, которое у него было, он мог бы добраться до ручки двери Особенно если у тебя хватает времени, чтобы сориентироваться и понять, что происходит И если дверь можно было открыть, что и сделал Глэм Пирс Все было бы намного проще Представьте, что вы выбираетесь через окно в полной темноте У вас почти не осталось воздуха, вы почти ничего не видите в воде И при этом вы выбираетесь через окно Через которое поступает вода Ведь машина перевернута Нужно приложить массу усилий, чтобы вылезти через окно К тому же это страшно На это нужно много сил Я бы на его месте просто открыл дверь Вот и все Вскрытие тела Барбары Лантье проводилось в городской больнице Оттавы 12 ноября 1994 года Через два дня после ее смерти Патологоанатому пришлось учитывать обстоятельства Ее нашли в реке в перевернутой машине Ее пытались спасти врачи Он заметил повреждения на ее лице И еще у нее был перелом, характерный для повешенных Перелом позвоночника в основании черепа Несколько лет назад, после введения смертной казни Он получил неофициальное название Перелом повешенного Тело резко падает, и это вызывает перелом в основании черепа Очень долго пытались понять Откуда на ее теле могло появиться такое повреждение Тело Барбары Лантье вернули в похоронный дом в Карлтон-Плейс для подготовки кремации Из-под ее ногтей было взято вещество на нос Обычно мы проверяем то, что осталось под ногтями жертвы Чтобы узнать, не пыталась ли она себя защитить И таким образом поцарапала другого человека В этом случае под ногтями остаются кусочки кожи И еденька В этом случае у нас также имелась фотография мистера Самуэлса Со шрамами на лице Которые могли появиться, если его кто-то поцарапал После аварии Форт Гарри Самуэлса отправили на криминалистическую экспертизу Констабель Дэн МакАвер отвечал за поиск улик МакАвер должен был установить, что все системы машины работали должным образом Со мной работал механик из транспортного управления Антарио Проводил экспертизу тормозной системы, нищие автомобили Чтобы убедиться в том, что машина работала исправно Так и было МакАвер также внимательно изучил автомобиль Каждый его деталь Он начал с салона Я все сфотографировал и записал каждое повреждение, каждую царапину, все трещины на приборной панели Я проверил, в каком положении были ручки Было ли включено зажигание, в каком положении была коробка передач Я проверил все Когда он изучал машину снаружи, он заметил одну деталь, на которую до этого не обращал внимания Я также должен был проверить бензобак Я заметил, что крылька бака была в странном положении Вскоре я понял, что она не совсем плотно закручивалась И это было странно Для меня стало очевидно, что когда крышку закручивали в последний раз, ее закрутили неплотно Фактически бак оставили открытым, чтобы из него вытек бензин Если машина будет в перевернутом положении Констабель Маккавер узнал, что одежда Гарри Самуэлса в ночь аварии пахла бензином Дело принимало интересный поворот Когда я сказал, что одежда мистера Самуэлса промокла в бензине Запах был настолько сильным, что в больнице его одежду запечатали в мешке Дэйв Макдональдс снова и снова прокручивал в голове события, вспоминая каждую ригу Появился очень важный вопрос Как долго на самом деле Самуэлс пробыл в воде? Джим Берч промок, продрог, лишился сил, проведя в воде всего три минуты Судя по рассказу Гарри Самуэлса, он провел в воде 60-90 минут При этом он был абсолютно дееспособен, как утверждают свидетели на месте и в больнице Он говорил, двигался и все такое Это совсем не было похоже на то, что испытал Джим Берч За консультацией по поводу гипотермии Макдональд обратился к специалисту доктору Гисбрехту Из университета Манитобы Мы связались с доктором Гисбрехтом и он сказал Можем повторить исследовательность событий, но для этого нам нужен человек для наблюдения Они соорудили большой контейнер, 3 метра на 2,5 И доверха наполнили его водой и льдом На поиске состава преступления у Джима Берча оставалось два дня И вдруг в его кабинете раздался звонок Мне позвонил Кевин Лантиэ, сын Барбара Лантиэ Он сказал мне, что он нашел в кладовке чемодан В котором лежали кредитные карты и несколько страховок На документах лежала записка Если мы с Барб оба уйдем, ищите 2 миллиона Дэйв Макдональд сообщил об этом руководству Он считал, что смерть Барбары Лантиэ – это убийство Подстроенное под несчастный случай С целью получения страховки Докажут ли результаты эксперимента с переохлаждением, что Гарри Самуэль соврал о том, сколько времени он провел в воде? Уже ли факт наличия страховки подтвердит, что Гарри Самуэль спланировал убить жену, чтобы получить деньги? Смерть Барбары Лантиэ в результате несчастного случая превратилась в убийство Следователи искали улики, которые могли бы доказать, что Гарри Самуэль скрывал правду про ночь аварии Полиции стало известно о том, что Гарри Самуэльс после смерти жены должен был получить страховку на более чем 2 миллиона долларов Дэйв Макдональд изучил страховку И нашел один любопытный факт Это была не просто страховка Это была страховка от несчастного случая на ипотеку В общей сложности обнаружил 27 страховок Тогда, в 1994 году, стандартная сумма страховки была 150 тысяч долларов Если человек, застрахованный на эту сумму, умирал, то, чтобы выплатить страховку, страховая компания требовала газетную заметку о смерти человека И заключение по факту смерти от следователя Если у вас были оба эти документа, вам выплачивали 150 тысяч долларов без лишних вопросов Гарри Самуэльс получил по одной, второй, третьей страховке По 150 тысяч долларов от разных страховых компаний В полиции Карлтон Плейс не было возможности проводить расследование убийства На помощь были вызваны следователи из полиции провинции Онтарио Джейм Дарч был отстранен от расследования, потому что был лично знаком с Лантьея Самуэльсом Криминалиста Дэна Маккайвера заинтересовал тот факт, что одежда Гарри Самуэльса пропахла бензином Чтобы разобраться в происходящем, он решил провести эксперимент Мистер Самуэльс сообщил, что он провел в воде полтора часа Однако его одежда сильно пропахла бензином, а на одежде миссис Лантьея не было никаких признаков бензина Мы решили провести эксперимент, чтобы узнать, сколько нужно времени на то, чтобы бензин полностью вытек из бака перевернутой машины При условии, что она находилась в воде Мы провели эксперимент по осушению бака и узнали, что на это требуется около шести минут Бак в машине мистера Самуэльса находится со стороны водителя Это значит, что если мистер Самуэльс выбрался из машины По его словам, он выбирался из окна с водительской стороны Значит, на это у него ушло не более шести минут Именно столько времени нужно, чтобы бензин полностью вытек из бака Следователи нашли свидетели, которые видел Гарри Самуэльса от дома вечером накануне аварии Соседка видела его в 7.30 В это время по телевизору шла программа Она смотрела телевизор до 7.30, а затем спустилась вниз в прачечную Она видела машину Гарри Видела, что она была на ходу, и были включены фары Гарри вышел из машины и вошел в дом Свидетельница была полностью в этом уверена, как и во времени происходящего Я не думаю, что после клип-джоинта Гарри сразу поехал к реке Он вернулся домой на Лейкшир-драйв Показания свидетелей говорили о том, что Самуэльс мог убить Барбару Лантия дома Следователи предполагали, что Самуэльс заехал домой, чтобы Барбара приготовилась к ужину с друзьями Когда она вошла в дом, Самуэльс напал на нее и утопил ее в собственной ванной Это объясняет, откуда на теле Лантия взялись ушибы, несовместимые Затем Самуэльс затащил тело Барбара в машину, доехал до моста и инсценировал аварию Дэйв Макдональд получил результат эксперимента доктора Гесбрехта Нормальная температура тела 37 градусов по Цельсию Перехлаждение начинается, когда температура падает до 35 градусов по Цельсию При средней гипотермии движения речи затруднены Появляется бесконтрольная дрожь в теле Конечности, пальцы, рук и ног синюет При температуре ниже 30 градусов главный орган прекращает работу Человек умирает Перри становится все холоднее и холоднее Проведя около 90 минут в воде, он трясется не прекращая Я ничего подобного не видел Все тело Перри билось в конвульсиях Это были резкие, сильнейшие спазмы Ему задавали вопросы, чтобы узнать, может ли он говорить Он произнес пару слов, а потом снова начал трястись Мы сравнили Перри с Гарри Самуэльсом, который говорил с медсестрами Давал показания Джиму Берчу, просил аспирин, жаловался на головную боль Мне стало ясно, что Гарри Самуэльс не мог провести 90 минут в воде температурой 4 градуса Никак не мог провести в воде полтора часа Окажутся ли результаты эксперимента по гипотермии убедительными для присяжных? Если Самуэльс не находился в воде 90 минут, где он был? Неужели в это время он дома убивал жену? В ноябре 1994 года началось расследование по факту смерти Барбары Лантье Эксперимент по гипотермии показал, что Самуэльс никак не мог провести в ледяной воде Миссисипи 90 минут Соседка сообщила полиции, что видела Гарри Самуэльс и его машину дома По словам Самуэльса, в это время он уже был в воде Следователи получили ордер на обыск дома Самуэльса Мы хотели обследовать некоторые предметы в доме Потому что, по одной из версий, он мог убить ее в ванной Поэтому мы решили провести химический анализ И сверить данные с результатами аутопсии тела Миссис Лантье Я проверял образцы воды из ванной Нам нужно было их сравнить Также я заметил коричневатые пятна на ступеньках Я нанес их на специальную палочку, которая окрашивается определенным образом При соприкосновении с кровью Результаты оказались отрицательными Обыск дома Самуэльса не дал никаких прямых улик Следователи получили ордер на обыск кабинета его адвоката И там мы нашли много интересных Например, лицензию на оформление страховок Выданную в провинции Онтарио Он имел право оформлять страховку И знал, в каких случаях можно получить выплаты по ней Он также знал, что в провинции Онтарио нет единой базы данных по выданным страховкам Я не могу позвонить куда-то и сказать Проверьте, пожалуйста, в каких компаниях Гарри Самуэльс застраховал свою жизнь Такой централизованной базы данных Нет Нет, ничего похожего Следователи выяснили, как Гарри Самуэльс оформил 27 страховок Он сделал себе несколько кредитных карт И каждый месяц откладывал на них определенную сумму, привязанную к страховке Затем он застраховал свою жизнь и жизнь своей жены Используя каждую карту Когда пришло время расплачиваться с долгами, ему не нужно было ни о чем беспокоиться Потому что со смертью Барбары Лантье все долги аннулировались Так как владельца карты больше не было в живых У кредитных компаний не возникло вопросов, потому что им не важно, как человек умер По факту смерти они списывают баланс и аннулируют долг Я такого еще не видел Дэйв Макдональд также узнал, что Самуэльс часто покупал туристические страховки Пришел в агентство, чтобы задать несколько вопросов Я пришел и сказал, здравствуйте, я Дэйв Макдональд из полиции Я бы хотел расспросить вас о Гарри Самуэльсе Он оформлял у вас путевки, расскажите мне об этом Я сразу понял, что тут что-то не так Сотрудница сразу погледнела, она едва не плакала и сказала Я знала, что вы придете Муж сказал, что вы придете В 3 часа 10 ноября 1994 года поступил анонимный звонок Мужской голос сказал сотрудникам агентства Я бы хотел узнать, если купить эту страховку и поехать на машине в провинцию Онтарио То если случится авария, застрахованный человек погибнет Получит ли он 150 тысяч долларов, если погибнет в той машине Будет ли это так? И сотрудница ответила Нет, я так не думаю Гарри Самуэльс пришел через 2 часа К нему вышла менеджер и он ей сказал, вы узнали мой голос, это я звонил вам Давайте все обсудим Если кто-то погибнет в результате аварии, будучи застрахованным, находясь в этой провинции Вы ему заплатите? Она ответила, да, думаю, вы правы Он поблагодарил менеджера, а в 9 часов того же дня Барбара погибла в машине в провинции Онтарио Смогут ли исследователи с помощью показаний менеджера доказать преднамеренное убийство? Сможет ли Макдональд арестовать Гарри Самуэльса за хладнокровное убийство жены? Новые доказательства ясно дали понять, что это было убийство Муж, погибший после ее смерти, получил более 2 миллионов долларов по страховке Следователи поняли, что имеют дело со страховым обманом Дело также касалось страховки, выданной в день смерти Барбары 6 июня 1996 года, через полтора года после смерти Барбары, Лантье, Гарри Самуэльс был арестован по подозрению в тяжком убийстве Во время допроса следователи решили сделать упор на причину смерти Для большей объективности они обратились к доктору Шассону К главному патологоанатому провинции Онтарио Мы просмотрели результаты вскрыть, изучили более внимательно ренгеровские снимки Казалось, что никакого перелома позвоночника в основании черепа не было Дэйв Макдональд спросил доктора Шассона про многочисленные ушибы на теле Барбары Лантье По результатам анализа он заключил, что причиной смерти стало простое утопление В итоге у нас было мнение двух патологоанатомов, которые исходили с том, что это было утопление А они были в этом солидарны Что касается ушибов на лице и голове Барбары Лантье, доктор Шассон сказал нам, что они никак не совпадали с рассказом Гарриа Самуэльса По мнению доктора Шассона, Барбара Лантье погибла еще до аварии Еще одним доказательством услужил тот факт, что машина Гарри Самуэльса ехала слишком медленно, чтобы произошла подобная авария Адвокаты Гарри Самуэльса утверждают, что это нельзя рассматривать как доказательство, потому что на месте не были проведены соответствующие замеры В ночь аварии мы даже не думали об этом, потому что все были заняты спасением Это была обычная авария, поэтому мы не провели никаких замеров Мы были гораздо более заинтересованы в том, чтобы спасти пострадавших Дэйв Макдональд связался с Сайем Келли, который мог по фотографии восстановить рельеф местности Когда он работал на британскую разведку и служил в морской пехоте, Келли мог точно восстановить рельеф, чтобы можно было провести соответствующие замеры Он взял фотографию, которая изображала перевернутую в реке машину Гарри Самуэльса И положил на нее пленку На ней он отметил место падения, все важные точки рельефа, которые при этом не изменились Мистер Келли собрал камеру обскура с таким же фокусным расстоянием, как и у камеры, с помощью которой сделали снимок Пленку с отметками он установил на одной из сторон камеры Затем он должен был воссоздать фотографию, которая была сделана на месте аварии На место аварии прибыл редактор местной газеты, Джефф Магуайер, со своей 55-мм камерой Мы показали ему снимок и попросили встать на то место, где он его сделал Он сказал, я стоил у ограждения, когда делал снимки Мистер Келли установил камеру обскура на том месте, который указал редактор Выходит, что когда ты делаешь снимок с помощью такой камеры, с отверстием с одной стороны и пленкой с другой Ты видишь очертания холма и можешь соизмерить их с теми частями, которые за 4 года не изменились Через камеру обскура с отметками на пленке Келли мог видеть, в каком месте реки лежала машина Гарри Самуэльса Водолазы отнесли бампер от такой же машины на нужное место А затем он сказал им перевернуть бампер Они это сделали Он говорил им, поднимите его на 15 сантиметров, немного вперед, стоп, назад, опустите этот край, стоп Когда он закончил, он сказал мне посмотреть на место через камеру И боже мой Настоящий бампер был на том же месте, что и бампер на пленке Мы решили сделать необходимое измерение Измерили расстояние от края бампера до холма 2,9 метра Так что теперь мы точно знали, на каком месте лежала машина в ночь аварии С этими данными следователи смогли вычислить, с какой скоростью машина пробила ограждение Предварительные слушания шли два года, с 1997 до конца 1998 Суд состоялся 9 апреля 2001 года, почти через 9 лет после аварии А еще через 8 недель Гарри Самуэльса признали виновным Еще никогда не слышал о таком тщательно спланированном убийстве С мотивом получения денег Все дело было в жадности Судья как-то сказал, это был Рой Джой на первом заседании Он сказал, его выдала его же жадность Самуэльс получил пожизненное заключение без права амнистии в первые 25 лет Его адвокаты тут же подали апелляцию Апелляция Гарри Самуэльса была принята и повторное заседание суда началось 13 лет спустя после смерти Барбары Лантье Оно длилось 3 месяца и первоначальный вердикт был подтвержден Гарри Самуэльс остался в тюрьме Кингстон, где он умер от рака в 2010 году Кладнокровное преступление на почве жадности Преступник не понес наказание, если бы не решительный следователь В городе Карлтон Плейс воцарилось спокойствие Но ледяные воды реки Миссисипи никогда не забудут убийцу Барбары Лантье Барбары Лантье Барбары Лантье Тюрьме Продолжение следует...